И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем играть в такую увлекательную игру, как Prison Architect. Можно помнить, в сезоне по City Skyline я построил тюрьму, но внутри я её так и не обустроил. И вот этот цикл роликов будет посвящён тому, как эта тюрьма будет устроена изнутри, и как она будет развиваться и продолжаться. Вот, непосредственно у нас как раз имеется вот этот вот замечательный остров, и на этом острове мы будем строить нашу тюрьму для заключённых. Возможно, не только нашего города, а ещё и других городов. Ну что ж, приступим. Так, для начала я вообще отключу прибытие заключённых, потому что это пока не нужно, и лучше взять гранты. Например, базовая тюрьма, построить два кабинета и администрационный центр, тоже я возьму как задачу. И теперь нужно приступить к разметке непосредственно тюрьмы, это будет самое весёлое. Вот так вот примерно выглядит наша будущая тюрьма, точнее будет выглядеть, потому что это примерно план только её. И она будет выглядеть в обязательном порядке, как-то по-другому. Что здесь вообще будет? У нас есть пирс, на котором доставляется вся наша еда, провизия и прочее, потому что других сообщений в принципе нету и быть не может. У нас есть тут зона доставки и зона мусорки. Также планируется тут размещение четырёх, пока четырёх кабинетов. Возможно, в будущем их будет больше, но пока я не придумал, как их лучше здесь разместить, поэтому пока такое количество, возможно, это как-то и здесь изменить. Вот здесь будет наша небольшая комната персонала, вот здесь наши будут камеры заключённых. Пока вот такой вот один блок, возможно, он ещё будет увеличиваться. И вот здесь мы можем наблюдать огромный-огромный двор, и двор сделан именно с тем расчётом, чтобы не задавать никому никаких затруднений, и он был просто сразу большой, и чтобы вообще не париться над этим, над его расширением особенно. Здесь у нас кухня, здесь у нас столовая, и по идее зэки могут со двора ходить в столовую, и всё у них будет замечательно. Так, ну а теперь приступаем к строительству. По идее я могу уже сделать здесь землю, да, я могу здесь насыпать землю, пожалуй, заставлю строителей это делать. Примерно, чтобы она хотя бы здесь была, земля, и размещу здесь непосредственно наш генератор, для того, чтобы наша тюрьма полностью питалась электричеством, и не было с этим особых проблем. А теперь давайте приступать к постройке. Давайте делать всё из кирпича, я думаю, неплохая идея. Делаем сразу вот такой вот хоп, то есть вот это всё будет помещением, и вот это вот всё будет помещением. Это мы сделали, и теперь я хочу сделать хотя бы один комплекс блоков, мне нужно, как бы это лучше разместить, я вообще без понятия. Давайте пока оставим это без внимания, и лучше сделаем здесь двери. Я думаю, здесь будет служебная дверь, потому что в особой необходимости делания здесь вот не служебных дверей нету, а здесь будет большая решётчатая дверь, потому что к ней будут иметь доступ заключённые, и в случае чего она необходима, чтобы блокировалась. А также служебную дверь размещаю вот в этих вот будущих кабинетах. Сейчас я их буду обустраивать, но и пока рабочие пусть занимаются нашими делами. Деньги нам приходят, деньги особо у нас никуда не тратятся, сейчас здесь всё замечательно. И пока мы сейчас занимаемся непосредственно выполнением наших грантиков, которые у нас есть. Всё, они насыпь уже сделали, и можно сейчас заниматься планированием того, что здесь будет находиться. По-моему, генератор у нас 5х5, если не ошибаюсь, надо сейчас посмотреть. А, у нас генератор вот, он даже меньше выглядит, гораздо замечательно. Ну и здесь его размещаем, он у нас 3х3, всё, значит сейчас под него всё размещаем. Я думаю, что уже надо начинать делать всё с тем расчётом, что это всё будет у нас на постоянной основе. Я имею в виду, что генераторная здесь будет на постоянной основе, и нужно её непосредственно начать размещать вот таким вот боком. И теперь поставим, пожалуй, вот сюда вот какую-нибудь служебную, да. Так, нужно также поставить кирпичную стену. Вот здесь вот точно будет кирпичная стена. И вот это вот всё будет точно кирпичная стена. И объекты первым делом я сейчас по инженерным системам я размещаю здесь генератор. А также я размещаю здесь вот недалеко от него станцию нашу по добыче воды, или что это такое, добыча, не добыча воды. И осталось только дождаться, когда рабочие всё это разместят у нас. Уже водяную станцию уже у нас разместили, замечательно. Также я разместил здесь в количестве одной штуки наш конденсатор, и провёл вот сюда вот кабель прямо к нашей водонасосной станции. Я надеюсь, что генератор у нас сейчас работает, хотя он пишет, что у него что-то как-то не особо это получается. Всё, у нас, я вижу, кабинеты построили, замечательно. Теперь можно ставить на паузу, и непосредственно здесь ставить кирпичные стены, и размещать уже будущие кабинеты. Вот сюда вот я их просто скопирую тогда, как только они отстроятся. И ещё, и ещё, я так пожалуй, фундамент нужно будет разместить и вот в этой области. Вот здесь у нас будет пункт приёма и досмотр наших уважаемых заключённых. И также нужно разметить то, что вот здесь вот всё будут большие решётчатые двери. Бац, и бац. А также нам нужно по персоналу нанять, пожалуй, ещё двух работников. Это не так необходимо, но всё же. И начальника тюрьмы мы нанимаем. Ага, осталось только ему кабинеты устроить, но это не проблема. Замечательно, у нас преобразилась вот эта комната. Теперь мы занимаемся непосредственно кабинетами. Но сначала я проведу сюда кабель с электричеством, чтобы у нас здесь был свет хотя бы. Так, кабинеты мы назначили, и теперь необходимо разместить всё, что тут необходимо. Офисный стол, стул и картотека. По идее всё. Сейчас у нас рабочие разместят. Я просто скопирую сюда кабинет наш необходимый и дальше просканирую его. Теперь больше начальнику тюрьмы кабинет не требуется. И замечать, мы можем сразу уходить в финансы, в бюрократии. А значит скоро у нас откроется бухгалтер, любимый наш бухгалтер. Раз размещение суда. Два размещения суда. И три размещения суда. Это не так срочно нужно, но лучше я сейчас построю. Второй мы кабинет выполнили. И осталось дождаться, когда нам одобрят бухгалтера. Но это будет через три часа как минимум. Я смогу его себе купить. А теперь нам нужно заняться непосредственно камерами. Для начала вот так вот, пожалуй, я размещу два источника света в этой комнате. В этой комнате тоже два источника света. С камерами будет у нас уже отдельный разговор. Для начала кирпичное здание я делаю вот так вот. Раз. И, ну и, пожалуй, не знаю, вот до сих пор для начала я размещу его здесь. И теперь я должен кирпичную стену построить вот таким вот образом. Надеюсь, у нас на это все деньги не уйдут наши сразу. Ага, и дверь я забыл разместить, конечно же. Забыл разместить двери. Все, двери. Так, в кухню я делаю служебную дверь где-то здесь вот. А сюда нужна решетчатая дверь, которая потом, конечно же, перенесется. Пожалуй, вот здесь вот, где-то по центру. Решетчатая дверь, в принципе, в столовую не особо нужна, но пускай будет. Теперь я делаю здесь вот большой-большой двор. И теперь осталось дождаться, когда у нас рабочие уже наконец-то его разместят. И, пожалуй, знаете, что я сделаю пока временным вариантом? Я размещу здесь вот такие вот стены. Я понимаю то, что это сейчас дорого, это неретабельно. Но все же я, пожалуй, здесь вот стены размещу. Для того, чтобы банально наши заключенные не смогли никуда сбежать. А вот эти вот уже здания я буду делать полностью из фундамента. То есть я сделаю раз фундамент и два фундамента. То есть у нас будут вот эти вот для начала камеры, чтобы уже сюда заселились непосредственно наши зэки. А вот здесь вот я сделаю сейчас приемную, так понимаю, да? А вот здесь вот я делаю комнату для нашего персонала. Для того, чтобы персонал смог здесь отдыхать. Я понимаю то, что некоторых предметов сейчас не хватает в комнате персонала нашей приемной. Но пускай сейчас наши рабочие лучше занимаются делами, которые я им назначил. Все, по идее, бухгалтер нам открыт. И я его здесь ставлю. И для него как раз кабинет уже готовый есть. Все замечательно, по идее, должно быть, да. Если мы выполнили один грант, значит можно какой-то другой грант выполнять. Вот эту программу повышения благополучия служащих я сейчас пытаюсь выполнить. В принципе, у нас для этого должно быть все готово. Бац! И диван один пока, бац! У нас, в принципе, не так много заключенных и не так много охранников для того, чтобы все их потребности вот таким вот образом удовлетворять. Кстати, нужно поставить здесь парочку уборщиков, но пока нам они не открыты. Ладно, ничего страшного. Я не понимаю логику строителей, почему они оббегают, если вот так вот просто бегать быстрее. Ну ладно, им виднее, они же строители. Все, грант я выполнил, просто разместив здесь пять сотрудников, пять наших охранников. Но этого даже будет много, но ничего страшного, пусть как будет. Замечательно, у нас построилась вот эта наша камера. Почему-то решетку здесь еще не построили, но я думаю, ее здесь построят. Так просто мы не отделаемся от этого гранта. Нужно для начала построить все, а уже потом заниматься остальным. Я из этого блока сделаю пока общую камеру. А вот из этого блока я пока сделаю душевую. Для того, чтобы сделать из этого блока душевую, в принципе, из всех блоков душевую мне нужно разместить туда воду. Ну или хотя бы начать это делать. Потому что я пока слабо представляю, как она вообще у нас пойдет. И тем более, что вот эту вот большую трубу мне нужно протянуть аж вот досюда. В любом случае, потому что в любом случае мне понадобится в столовой вода. И теперь мы ставим здесь перегородку нашу. Сделаем здесь служебную дверь, для того, чтобы наш персонал мог таскать туда-сюда. Сделаем пометку, что вот это вот кухня, а вот это все столовая. Замечательно. Так, по объектам. Пожалуй, пока поставлю плиту. Два холодильника. Лучше две плиты. Два холодильника. И пока этого даже очень за много хватит. А в столовой необходимо разместить раздаточный стол. Хотя бы одну штуку. Пока мне кажется, этого хватит за глаза. И парочку больших столов. Хотя бы временным вариантом. Потому что в будущем они так размещаться у нас не будут. Конечно же. Размещать охранников и прочее я буду уже после. Так как в этом сейчас нет абсолютно никакой необходимости. Я так понимаю, вот эти камеры у нас построили замечательно. Теперь мы можем чисто для задания пока что обознать, что вот это все душ. Теперь мне необходимо сделать общую камеру. Здесь необходима насадка для душа в нашей душевой. Давайте ее здесь разместим. Давайте пока сделаем ее вот здесь. Дальше посмотрим. Ну а также я, пожалуй, размещу здесь электричество. Ну просто заодно. Так, туалет, лавка, пространство, замкнутые. Замечательно. Нужно разместить здесь. Все, теперь я по идее здесь должен еще разместить какую-то лавку. И все. И у нас будет закрытый по идее грант. Что будет очень даже замечательно. А также большую трубу я думаю здесь придется мне разместить все-таки. Для того, чтобы вода сюда тоже поступала. В эти камеры. А теперь мы опять ждем, когда наши чудо-строители все-таки удосужатся разместить все, что я им запланировал. Комната вот эта вот. Вся эта кухня, в принципе, расширяться будет вот до таких размеров. То есть именно вот такая вот у нас будет столовая. А дальше, когда по мере роста тюрьмы, столовая и кухня у нас будут размещаться, ну примерно вот до таких вот размеров. Что будет у нас очень даже замечательно. И мы размещаем по персоналу двух поваров, как и было размещено в гранте. Все, у нас грант по идее выполнен. Теперь давайте кратковременный склад мы откроем. И теперь занимаемся непосредственно нашей тюрьмой. Так, вот эту вот лавочку мы демонтируем. Теперь я размещаю здесь стены, как они в принципе должны быть здесь размещены. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok